всем привет привет меня зовут ольга вы на моем канале а сегодня я хочу поговорить с вами о своем маленьком флорариуме но это больше такой наверно вы и не за вы ростовник не в ростовке как назвать его в общем сейчас покажу что здесь есть есть значит маленький аллакази блэк вельвет юкатанская принцесса которую хочу забрать там еще еще два блэк вельвета в общем поле и здесь у меня red secret которую я омолаживала у меня есть видео в общем по ней хочу тоже отчет такой сделать чувствует она себя хорошо верхушка дала хорошие корни уже смотрела прям большие отлично просто плюс начала еще вот листик погнала то он тут засох начала гнать еще один лист то есть верхушка себя чувствует хорошо дальше надо так поле пододвинуть у меня здесь два пенька от аллакази потому что получается ствол был очень большой и я вот срезала получается сделала еще два пенька посадила их в мох сфагнум значит один пенек дал очень большие хорошие корни я уже так посмотрела мне кажется вот здесь вот кстати пойдет детка с этого угла как почечка второй пенек корней пока не дал но у него проснулась почка она там почти внизу того пенька но она прям такая большая то есть хорошая с него там будет расти детка и скорее всего с этой детки пойдут корни пока вот вот так вот то есть омоложение аллаказии во мхе сфагнуме и в тепличке проходит очень хорошо реанимация аллаказий тоже во мхе сфагнуме в тепличке проходит замечательно вместе одна аллаказия как пример я и очень сильно засушила сейчас я вам покажу и мало то что не только засушила ее но еще у меня сама почка она подгнила вот она она как бы вот видите вот 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 детка и вот я посадила в мох сфагнум вообще от нее ничего не ждала честно не не помню что это за аллаказия вот и сбоку с почки с этой пошла детка расти то есть если у вас даже но не . бульбочка это бульбочка она подгнила надо снять эту всю гнили посадить в мох сфагнум сбоку она мне дает где-то куда она будет долго расти но тем не менее аллаказия как по мне это живучие растения и аллаказии очень хорошо в мхе сфагнуме в теплице возможно когда мне будет большой флорариум у меня аллаказии они будут расти в сфагнуме в одном посмотрим это так о будущем дальше здесь у меня на реанимации три орхидеи вот это две одинаковые это детки я орхидеи засушила летом я плохо их поливала у меня не было времени а я загубила конечно и еще одна вот орхидея это взрослая была тоже тут конечно вид у нее сейчас покажу и она отсохла у меня так конкретно но вот видите тоже посадила ее в тепличку здесь значит налила я этот керамзит как он называется как-то отсвечивает сюда к этому окну подойду не будет вот керамзит кокосовое волокно сверху она стоит на пенопласте и налита вода там где керамзит вот этот весь заполнена водой вот так вот и в тепличке видите тут вот просыпается и не знаю что это корешки или детка еще сбоку будет расти но если честно я думала все ей капец ничем я не смазывала там никакие удобрения сюда не ложу вот это неделю она у меня стоит и вот ожили уже липочки но я надеюсь что это корешки и листочек еще один вот так поставлю и то же самое эти детки посадила них вроде бы корешки есть но у этой детки смотрите уже сбоку мешает вот идет что-то я не знаю это корешок или может это кстати вторая детка быть сбоку зелененькая ну посмотрим в общем тоже так посадила их попробую реанимировать можно сказать что я очень плохой цветовод конечно потому что растение было очень много с переездом мы сейчас решаем много документов сдаем гражданство получаем и поэтому конечно за растениями я так хорошо не следила и летом я засушила вот видите засушила орхидеи погубила кстати аллаказии тоже эти все я пересушила это не уже новые листики попускали во флорариуме начали отходить и так вот тоже загубила поэтому вот сейчас коллекцию минимизирую конечно чтобы было удобнее ухаживать за ней ну вот так вот пока реанимация орхидеи идет очень даже хорошо мне нравится я думала вот эту орхидеи я вообще ну просто ничего не будет короче с нее выкину но не ответе сколько бульбочек ну не бульбочек как они называются я же не знаю это корешки будут или еще детку на сбоку сбоку будет пускать но посмотрим я потом видео сниму покажу что это корешки не корешки вот так вот в общем это мне такой флорариум сначала тут где-то калаказии выращивала а сейчас у меня такая реанимация скорая в общем все сюда сажу ну вроде хорошо кстати этот флорариум я тоже заберу мне он очень нравится ну так как видимо это вообще террариум для всяких вот папа ползучих таких присмыкающихся ящериц игуан все так пауков наверное не знаю но мне очень нравится он очень удобен вот как по мне он небольшой его и с собой точно заберу еще хотелось такого плана но большой но они вообще дорогие эти террариум это фирменный и как там там называется вон название его эксотера экзотера по-моему да вот я его купила бушному в зоомагазине тут вообще продавались тушканчики в нем уже не его продали чуть-чуть он доцарапанный там низ в основном пол чуть-чуть царапана но его очень дешево купила потому что так они дорогие а большие ну там ценник конечно конский я вряд ли смогу себе позволить за такую цену купить возможно найдем кого-то кто нам склеит хотя мне действительно очень нравится вот возможно найду и бушный большой террариум если получится найти я конечно экзотеру я бы себе купила для растений вот для аллоказий но именно огромный прям но опять же есть ли они таких размеров каких не надо бы будет посмотрим в общем или может все таки как-то найдем кого-то жарить склеит нам под заказ но это все потом это еще не скоро будет поэтому вот сейчас живем живем сегодняшним днем и травим пузырчатку на пузырчатки конечно ой бедная не за выживет она у меня вообще или нет после этих протравок посмотрим ну тут все хорошо действительно растет восстанавливается аллоказий мне всегда кстати забирают я выращивала уже сколько деток я продала за это время очень много очень действительно и забирают у нас особенно в регионе мало вообще аллоказий и продают их очень дорого а детки и люди с удовольствием берут у меня объявление но долго не висит полчаса и все разобрали вот так вот ну и потому что и недорого не так отдаю детки выращиваю чисто для себя даже больше для интереса как бы мне так нравится как с бульбочки да там она ну бульбочка просыпается листики появляется так растет красиво в общем вот так вот собирать конечно в нашем регионе какую-то коллекцию очень тяжело потому что ограничено здесь нет столько растений нет таких колотей нет таких аллоказий которые мне нравятся в основном вот то что у меня есть это такое ну редкого нет ничего а хочется конечно что-то интересное надеюсь позже потом конечно получится у меня собрать хорошие именно коллекции аллоказий и колотей в общем то кстати у меня эти аллоказии уже тоже забронированы еще не продаю но уже знают люди что у меня есть и становятся в очередь в общем пока все стоит конечно так вот всем спасибо за просмотр всем пока пока